Обзац Обзац О книгах и писателях Всем привет! Я Алия Булдаков И сегодня я дам вам пять причин прочитать роман Тигана Гая Гевриэлла Кея Это одна из главных жемчужин фэнтези 90-х годов И даже спустя 30 с лишним лет после выхода Производит сильнейшее впечатление Это роман о мести, противостоянии могущественных магов и исторической памяти Если вам еще не доводилось читать Тигану То вот несколько причин исправить это упущение Писатель Кей по праву считается одним из мастеров жанра фэнтези Еще до того, как он начал собственную литературную карьеру В 20 лет юный Гай Гевриэл Кей был ассистентом Кристофера Толкина И помогал ему в подготовке издания Сильмариллиона Как самостоятельный писатель Кей дебютировал в 30 лет с Древом Жизни Первым романом цикла Гобелены Фьонавара К окончанию трилогии Кей завоевал репутацию восходящей звезды жанра А его цикл стал одним из ярчайших событий в эпическом фэнтези 80-х годов Гобелены Фьонавара во многом опирались на традиции жанра Но выделялись глубокой проработкой образов персонажей И великолепным стилем повествования В 1990 году впервые был опубликован роман Тигана Который моментально завоевал любовь читателей А также определил новое направление в творчестве автора Кей отошел от традиционного эпического фэнтези И начал писать романы, вдохновленные земной историей Тигана была номинирована на World Fantasy Award И стала победителем премии Аврора в категории «Лучший роман» Кей говорит, что провинция Тигана, а значит и книга Была случайно названа в честь футболиста Жана Тигана Из-за конфликта имен в итальянском издании романа Вместо этого используется имя Тиган Давайте рассмотрим сюжет этого романа Разгневанный чародей насылает страшное заклинание на Тигану Он не просто уничтожает город, но и стирает из памяти людей Само его название, а также его историю и культуру Лишь те немногие выходцы из Тиганы, кто пережил ее гибель Сохраняют память о ней Пока жив хоть один житель Тиганы, он будет мстить Он будет бороться, чтобы имя его родины не сгинуло во мраке истории Месть? Казалось бы, банальная мотивация для героев Но Кей находит совершенно нетривиальный подход, заставляя погружаться в роман с головой И с замиранием сердца следить за судьбами персонажей Вдохновляясь Италией эпохи Ренессанса, Гай Гевриал Кей задолго до Джорджа Мартина Создал сюжет с псевдоисторическим сеттингом, неоднозначными персонажами, политическими интригами и обилием смертей Очень, к слову, внезапных и трагичных Но, в отличие от Мартина, у Кея вы не встретите смакований эротических сцен или излишне брутальной жестокости После успеха Тиганы Кей сосредоточился именно на фэнтези с фокусом на политике и небольшим количеством магии Он создал ряд непохожих друг на друга и в то же время объединенных историческим уклоном романов С живыми неординарными героями и великолепно воссозданной атмосферой того региона эпохи, которыми Кей вдохновлялся Если вы не любите большие серии, то Гая Гаврил Кей – автор для вас После дебютной трилогии он практически не пишет циклы, предпочитая одиночные романы Вот и в Тигане сюжет умещается в одну книгу, пусть и достаточно объемную И достаточно увлекательную, чтобы осилить ее залпом В этом плане Кей явно обошел Мартина Вам не нужно томиться в ожидании продолжения десяток лет Поражает и то, как писателю удалось уместить под одной обложкой детально прописанный мир, завершенные сюжетные линии и раскрытие характеров главных героев Они поступают так, как велят время и место Прекрасно прописанная мотивация каждого – ответ на жестокую реальность окружающей персонажей Кей приглашает читателей в мир, где не существует однозначно положительных и отрицательных персонажей Кей старается показывать сильных, неоднозначных героев со своими убеждениями и принципами У автора можно по-настоящему сочувствовать персонажу или восхищаться в одной сцене, а в другой – ужасаться его поступком Персонажи не оставят вас равнодушным Все они встречаются с вызовами, которые бросает им недружелюбный мир вокруг Каждый делает это по-своему Вы сами выбираете, чью сторону принять И уж поверьте, сделать это будет довольно непросто Нет неверных поворотов Есть лишь предназначенные нам тропы, о которых мы ничего не знали На этом все Читайте хорошие книги Книги – это двери Что выводят тебя из четырех стен С ними ты проживаешь другие жизни А свою умножаешь в тысячу раз Тысячу раз Персон VIDA Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok